Мы много лет работаем для вас только за счет пожертвований. Сегодня Алифу нужна твоя поддержка. Прими участие, внеси свой вклад. Ссылка на донейт в описании. Знаете ли вы, татарские воины в союзе со славянами и литовцами в 15 веке разгромили крестоносцев в Польше. 15 июля 1410 года под городом Грюнвальдом произошла знаменитая битва народов. С одной стороны рыцари Тевтонского ордена, с другой объединенная армия Польского королевства и Великого княжества Литовского. К многотысячному войску присоединились польско-литовские татары. Они прибыли на эти территории примерно за полвека до этого, во время похода литовского князя Витовта на Орду. Против крестоносцев выступили татарские воины под командованием Бахаддина. Еще один крупный корпус – татары Джилляляддина, будущего ордынского хана, сына Тахтамыша. В их числе были и нагаи, а также кумыки. Всего в сражении приняли участие 3000 степняков. Татарская конница представляла собой реальную военную силу, а днюдь не вспомогательные части, как утверждали некоторые советские историки. Во время битвы степняки применили незнакомую крестоносцам тактику ложного отступления и в результате заманили их в ловушку. 18 тысяч крестоносцев были убиты, 14 тысяч оказались в плену. В 2010 году в польском Гданске в память о Грюнвельском сражении был установлен памятник татарину Речи Посполитой. Его открыл президент страны в благодарность тем, кто храбро сражался и помешал разделу страны. Монумент представляет из себя всадника в традиционном польском мундире, держащего штандарт с полумесяцем. Редактор субтитров А.Семкин